Улица Мелькова. Сегодня здесь работают не коммунальщики, а бухгалтеры и экономисты. На борьбу с амброзией брошены все силы. Здесь амброзия еще не набрала рост, поэтому специалисты централизованной бухгалтерии и городской администрации буквально вручную выбирают из травы опасный сорняк. Сегодня убираем амброзию. Очень много в этот раз амброзии прошли. Мешков много собрали, 6 штук уже. Она очень вредная, поэтому мы их собираем. А на улице Ленина высадился десант специалистов управления молодежи. Площади здесь достаточно большие, поэтому группа из 25 человек цепью продвигается по зеленым зонам. В прицеле внимания каждый квадратный метр. Это доставляет очень большие проблемы и жителям, и гостям нашего города-курорта. И нам это важно, важно бороться с этим паразитом. И мы призываем все учреждения, всех жителей города-курорта бороться с амброзией, с этим травяным сорняком. Огромную работу провели и сотрудники управления культуры. В детском парке они убрали не только амброзию, но и бытовой мусор. Всего отсюда вывезли более 60 мешков. Коммунальные службы и сотрудники администрации прочищают все муниципальные территории. А вот земли, находящиеся в собственности, несут ответственность их владельцы, в том числе и административную. Самые проблемные участки, это у нас участки под строительством многоквартирных домов. Там территория зарастает амброзией. Поэтому мы определяем кадастровые номера данных участков, собственников. И отправляем уже информацию в Ростельхознадзор для принятия мер административного воздействия на данных собственников, кто содержит свою территорию в недовлетворительном фитосанитарном состоянии. Подобные субботники теперь будут регулярными. Между всеми городскими управлениями распределены территории контроля и назначены ответственные. Местным жителям также необходимо следить за территориями своих частных домовладений. И, как говорят специалисты, не стоит дожидаться активного роста сорняка. Лучше пересекать его, что называется, на корню.